Поколение 21. Хроника-документальный проект Белорусского радио. Гармоничные взаимы относимы с родными и с сябрами-одноклассниками. Закопление и проблемы. Такие темы обмерковываем каждую субботу. До размовы запрашаем старшеклассников, наставников и батьков. Поколение 21. Летние каникулы створаны для того, как бавить час на свежем поветре у компании «Сяброу» насыщенно и запоминально. Не только отпочивать, а лея вучиться. Отточивать свои навыки и умения, знайомиться с подлетками за севу свету, минавито так бавят летний час юные ротовальники с Белорусской молодежной громадской организацией ротовальников пожарных. И они сустракаются подчас взлета у республиканского и международного масштаба, лагеров, конкурсов. Такие отпочинок не только запоминаются надолго, и он еще и допомагает вызначаться с будущей профессией, або научиться применять теоретичные виды под беспеции життедейности у нечаканной ситуации. В гости сегодняшней программы начальник отдела социокультурной деятельности Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по надзвучайных справах Карына Турбан и юные ротовальники с Белорусской молодежной громадской организацией ротовальников пожарных. Невероятное количество мероприятий, слетов и праздников поджидало, и еще впереди предстоит юным спасателям и нам, как работникам пропаганды, потому что вообще летний сезон для юных спасателей – это не три летних месяца, уже начиная с мая, интенсивная подготовка и проведение городского слета юных спасателей пожарных, что позволяет нам, как работникам, отобрать лучших из лучших из города Минска и уже на перспективу привлекать этих активистов для участия в различных конкурсах и проектах, которые у нас есть уже непосредственно летом. Июнь месяц был насыщен такой программой, как городской слет юных спасателей пожарных, именно полевой лагерь, где 9 районов в составе 10 человек, 5 юношей и 5 девушек представляли свои районы как в творчестве, так и в спортивных конкурсах. К сожалению, наверное, где-то с другой стороны, к счастью, в этот же период параллельно я с командой юных спасателей пожарных была в Республике Польша, в городе Лодь, на международных соревнованиях среди юных спасателей по технике безопасности. Колорит, вообще теплота приема, культурная программа и вообще условия, с которыми нас встречали в Польше, наверное, очень дорогого стоит. И именно это не только конкурсная программа и обучение позволяет познакомиться, почувствовать себя в роли каких-то иностранцев, таких почетных гостей, ну и почувствовать детям на контрастах, как нужно принимать и что такое гостеприимность. Да, мы всегда говорим о гостеприимстве, мы всегда говорим о том, как необходимо встречать гостей, и вроде бы к этому приучаем, но когда ты уже в практике пробуешь не только спасательное дело, но и такие человеческие моменты изучаешь, это очень дорогого стоит. Так вот, в Польше мы ездили и в кинологическую службу, мы знакомились с собаками, которые работают по спасению людей, мы ездили на джипах, которые осуществляют это спасение. Нам показывали невероятные какие-то для нас приборы, элементы, с помощью которых тепловизорами разыскивают людей на местности. Нас возили в технологические музеи, на протяжении четырех часов мы пробовали себя и в качестве испытателей, и техников, и электриков, и спасателей мы ездили в планетарий. Такие очень яркие впечатления в июне месяце нам, конечно, оставила поездка в Польшу. Далее в июле месяце, по возвращению из Польши, мы сразу же начали готовиться к международному слету юных спасателей пожарных и параллельно к республиканскому полевому лагерю спасателей. То есть у нас настолько был насыщенный июль, уехали с четвертого по седьмое на Гомельскую землю, в лице МЧС, на республиканский полевой лагерь в составе том же пять мальчиков, пять девочек, где выступали как в творчестве, так и в спорте. И уже с 10 июля заехали снова туда же, в лицей, но уже в корпусане, в палатке для участия в международном 16-м слете юных спасателей пожарных, где участвовало 14 команд и 13 стран. В этом году Россия представляла две команды. Одна была вне конкурса из Санкт-Петербурга, и команда из Нягани, которая была непосредственно в конкурсе. Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Германия была впервые в этом году, Польша, Украина, Россия, Сербия, Латвия, Италия. Все, да, мы всех перечислили. Языковой барьер, которого отчасти мы боялись, потому что рабочие языки на международном слете – это русский, английский, но, как правило, еще страны постсоветского пространства. Если не дети, то взрослые, как правило, все русскоговорящие, по крайней мере, понимают и что-то там ответить, формулировать могут. Все англоязычные. Но при этом это не стало ни разу преградой. Дети настолько смогли попробовать из себя какие-то свои возобновить знания, несмотря на то, что летом, как правило, учебники заброшены на дальнюю полку. Но все-таки английский – это такой уже рабочий язык на сегодняшний день во всех этих слетах у нас. Поэтому это позволило и свой уровень где-то проверить, и в то же время стимулом послужило все-таки учить. Карина, вот мы говорим о том, что вы были в Польше, в Беларусь пригласили представителей из 13 стран. Уровень подготовки юных спасателей у нас и там, он разный. Методики в Польше, я поняла, что они отличаются от наших. А если говорить об уровне общей подготовки, потому что методики могут быть разные, а результат может быть один достаточно высокий у всех, например. Ну, вообще стоит отметить, что международный слет, в частности, раньше, наверное, обладал такими красками, как взаимодействие, знакомство, какие-то коммуникативные больше навыки. Да, у всех разное. Уровень несколько иной был, и вообще подход к этому слету. Но с каждым годом уровень растет, уровень меняется, и мы начинаем постигать и европейские нормы при подготовке детей к конкурсам основы медицинских знаний, безопасности, основы безопасности жизнедеятельности. И на сегодняшний день методики разные. И вообще подготовка детей совершенно разная. Например, к примеру, в Грузии, если мы берем наших 10 человек, которые у нас самые активные, самые поющие, самые талантливые, самые бегущие, то в Грузии в начале года 100 человек детей, которые естественным отбором работают в аулах, в горах. Давление – это совершенно иное, это не наши атмосферы, не наше давление. Они работают как над спортом, так и над теорией безопасности, над безопасностью. Они выезжают в какие-то бесконечные скаутовские лагеря. Если у нас-то два раза, ну, один раз в год, по сути, наш слет мы провели, поехали, отобрали детей на республику, то там это образ жизни. Если мы ходим по школам, предлагаем и рассказываем о нашей организации и о том, чем мы занимаемся, и завлекаем таким образом детей, то там это не работает. Там по школам никто не ходит, но там очень сильно развиты социальные сети. Они делают рекламу в интернете и завлекают детей таким образом. У нас, да, у нас созданы группы ВКонтакте, приложение помощи рядом где-то рассказывается, и сайт МЧС 112.ба и так далее, и так далее, но у нас интернет еще так не работает, как работает, например, в Грузии. В свою очередь они забирают этих 100 человек и, условно говоря, естественным отбором каждый месяц у них отсеивается, 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 и в итоге к июлю месяцу для поездки в Беларусь остается 7 человек. И уже в свою очередь они едут и уже показывают, защищают честь страны. Поэтому совершенно разные подходы. Если это Польша, то там больше они настроены на работу по правилам КТИФ. Это есть соревнования по правилам КТИФ, где вяжутся спасательные узлы, где преодолеваются барьеры, заборы. И уникальность вообще поездки Польши на международный слет в Беларусь, 16-й слет, 16-й год подряд приезжает команда из одних девушек. Сербия, в свою очередь, так возит только мальчиков. Ну, то есть ограничений конкретно или мальчики, или девочки нет. Ну, в свою очередь, в этом году нонсенс, Сербия привезла первую девочку. В плане подготовки, еще раз, формы работ, которые подходы к детям, он совершенно разный. И, как вы уже выше сказали, все-таки результат, к которому мы идем, единому результату, высокому уровню знаний безопасности жизнедеятельности, он есть и он достижим. Поэтому я считаю, что мы двигаемся в очень правильном направлении. Тогда, наверное, о планах на август. Мы поговорим чуточку позже, раз уж у нас такой, ну, подробный рассказ получился о том, где мы были, что мы видели, с кем мы встречались, и чему научились, наверное, во время этой совместной работы. Сегодня у вас команда из трех человек, два мальчика, одна девочка. Мне очень приятно видеть их у нас в студии. Ребята, каждый из вас, насколько я знаю, был на отдельном каком-то мероприятии, вы все были на разных проектах. Меня зовут Серафим, мне 16 лет. В этом году я был в первый раз на международном слете в городе Гомеле, лицея специализированном. Там была очень насыщенная и спортивная программа, и творческая. Из творческих номеров у нас был конкурс мистера. Я представлял Республику Беларусь на конкурсе «Мистер. Международный слет». Занял титул, как-то сказать, целеустремленность получается. И спортивных конкурсов было очень сложно, потому что мы шли вплотную с несколькими командами сразу. У нас были сильные соперники из Грузии, из России и в некоторых моментах из Украины. Самый, наверное, был такой тяжелый конкурс, который больше всего энергию у нас занял. Туристическая полоса. Полоса туристическая в основном особенно на альпинизме. Там очень много этапов. Есть переправа на руках, маятник. Мы заняли по туристической полосе, у нас слегка не получилось, заняли четвертое место, но реабилитирулись на остальных конкурсах. Спасение на водах заняли первое место. Отдельно там постарались. Был первый конкурс, им открыли слет. Первое место у нас было по медицине. Общая команда у нас второе место, с отрыва в один балл. Очень довольны, потому что был первый слет, очень было волнительно. Конечно, мы все были очень дружелюбны, сдружились со всеми командами. Везде нашли в каждой команде новых друзей. И в целом, после конкурсных программ у нас не было такого, что мы соперники, мы все дружили, ходили, улыбались друг к другу, шутили. Здравствуйте, меня зовут Павлович Мария. Мне посчастливилось в этом году, в июле, быть участником республиканского плевого лагеря, который находился в Гомеле. Я хочу сказать то, что это были безумно интересные конкурсы. Нас переволняли эмоции. Это было очень интересно. И нам посчастливилось показать себя во всей красе и во всех них. Собственно, там был конкурс медицины, наказание первой помощи, представление палаточного лагеря. Мы собирали палатку на время. После нам посчастливилось представить себя в визитной карточке. И мы представили как и себя, так и город Минск. Рассказали вообще, что и для чего, и почему мы там. На второй день после соревнований нас позвали на оказание первой помощи, то есть на, собственно, уже конкурс. Там была такая ситуация, то, что человек попал под завал, было крушение здания. У него зажало ногу деревом, и у второго пострадавшего была клиническая смерть. Группа из пяти человек. У нас было пять девочек, и одна девочка была статистом. На манекене мы оказывали клиническую смерть, то есть приводили его в чувство, заводили ему сердце. А на втором пострадавшем мы оказывали первую помощь, что предотвратить его кровотечение и доставить его уже в стационар. Кроме активного времяпрепровождения на слетах и соревнованиях, юные спасатели в этом году стали участниками парада, посвященного 165-летию пожарной службы Беларуси. Этот год у нас насыщен праздниками, концертными программами и непосредственно количеством проектов, которые были предписаны для проведения этого конкурса. Это различные флешмобы, передача эстафет от одного управления другому. И в этом году в шествии в параде принимали участие все участники команды международного слета. Они сопровождались прохождением по площади с флагами своих стран. Ну и, наверное, Александр расскажет подробнее о том, где он побывал этим летом и почему ему запомнился этот праздник. Можно сказать, что для всех юных спасателей нашей страны и не только для юных спасателей, но и для сотрудников МЧС самым главным праздником этим летом был день пожарной службы Беларуси. Пожарная служба Беларуси была основана 25 июля 1853 года. Ну и несложно посчитать, что в этом году ей исполняется 165 лет. По поводу этого торжества был очень большой красивый парад, где принимали участие сотрудники подразделения МЧС. Они прошли по площади в боевой форме разных лет, как в новой форме, так и в старой форме. Также в парадном строю шли участники, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных со всей Белоруссии, со всех стран, которые принимали участие в международном слете, тоже были участники. По площади шла колонна пожарной аварийно-спасательной техники. Также была представлена техника с разных лет. И после этого было обширное торжество в парке Горького. Был очень большой концерт. Наши активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных также принимали участие. Также там можно было увидеть различную современную аварийно-спасательную технику, поучаствовать в конкурсах, заработать баллы. И после этого обменять их на подарки. Ребята, вот прозвучала такая фраза. Мы представляли себя во время визитки для того, чтобы познакомиться с участниками и, в общем, себя показать во всей красе, кто мы, зачем мы, почему. Хочу задать один общий вопрос каждому из вас. Почему вы вступили в ряды юных спасателей пожарных? В седьмом классе перешел в среднюю школу номер 143. В момент перехода не знал, что там есть специализированный класс МЧС. Вот. Но позже оказалось, что с восьмого класса в этой школе можно поступить в специализированный класс МЧС и ездить на занятия в университет гражданской защиты. И параллельно я узнал, что в нашем заводском районе есть в РОЧС, есть БМОСП, отдел БМОСП. К нам приезжали работники пропаганды и рассказывали про это. Под конец года, в мае, мы узнали, что есть городской слет юных спасателей пожарных и решили с друзьями попробовать. Нам это очень понравилось. В первую очередь, мы для себя узнали много нового, много новых конкурсов. Там был КВН, там была медицина та же самая, ОБЖ, строевая. И мы решили то, что мы хотим этим заниматься. Вот. И сейчас уже заканчиваю эту школу. Я ни разу не пожалел то, что связался с этим. И в будущем хочу связать свою жизнь с профессией МЧС. И вот намерен поступать после 11 класса в Университет гражданской защиты. Я стала юным спасателем уже с 5 класса. К нам пришла Карина в школу и начала рассказывать о БМО Организации спасателей пожарных. И мне стало безумно интересно. Мы со своими друзьями, то есть моими одноклассниками, пошли в эту вот организацию. И нам посчастливилось еще то, что в нашей школе набиралась команда на городской слет. И уже с 5 класса, вот по 9, и я надеюсь, что еще дальше, я буду там участвовать. Мне безумно нравится. Я нашла там кучу новых интересных друзей. Это незабываемые эмоции. Это опыт, который ты получаешь, когда изучаешь основы безопасности жизнедеятельности, основы указания медицинской помощи. Это может пригодиться тебе в любой момент. Ты даже не знаешь, когда это тебе понадобится. Мой путь в Белорусской Молодежно-Организации спасателей пожарных начался с изучения основ безопасности жизнедеятельности и конкурса по знаниям основ безопасности жизнедеятельности. Именно с того момента я понял, что эти знания очень необходимы в жизни, они могут понадобиться тебе в любой момент. И мне очень сильно захотелось продолжать изучать основы безопасности жизнедеятельности глубже, лучше, чтобы знать, что делать в различных чрезвычайных ситуациях. Поэтому я начал усерднее готовиться к республиканскому конкурсу школы безопасности. И после этого меня взяли на республиканский слет, где я показал свои знания. И хочу продолжать изучать дальше не только основы безопасности жизнедеятельности, но и оказание первой помощи. И я знаю, что эти знания помогут мне в любой момент. Кроме пожарно-профилактических акций, которые проводятся министерством по чрезвычайным ситуациям, юным спасателям покоя и отдыха нет и не будет. И покой нам только снится, как говорится. На сегодняшний день я готовлю списки для Комитета по образованию Мингородсполкома, для проведения тренировочных сборов к республиканскому слету юных спасателей пожарных. Соответственно, с 13 по 30 августа на базе Минского городского образовательно-оздоровительного центра «Лидер» мы едем в составе 25 человек на тренировочный сбор. Это 12 юношей, 12 девушек и еще один запасной у нас член команды. На протяжении месяца мы будем готовиться, мы будем покрывать все необходимые конкурсные, организационные моменты, творчество и спорт, подтягивать физическую подготовку, потому что второе место на международном слете только, ну, скажем, разозлило и дало стимул подтягивать физическую подготовку, потому что все-таки достойные соперники из Грузии показали неимоверную просто выправку и физическую подготовку, поэтому нам есть над чем стремиться. Поэтому вот мы в августе месяце едем сейчас на сборы в «Лидер» и с 11 сентября по 1 октября едем в Национальный детский оздоровительный образовательный центр «Зубрёнок», который на Нарочи, для участия в 21-м республиканском слете юных спасателей пожарных, где уже, собственно, верим, надеемся, готовимся, что представим столицу достойно, привезем оттуда кубок, медали и подарки с первым местом, и именно победа на этом слете даст нам путевку уже на 17-й международный слет юных спасателей пожарных. Поколение 21 Нагадаю, что про летние проекты Белорусской молодежной хромадской организации ротовальников-пожарных сегодня мы размавляли с начальником отдела социокультурной деятельности Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по надзвучайных справах Кариной Турбан, а так само активистами организации Марэй Парфимович, Александром Дмитроевым и Серафимом Загаруйком. Это был проект «Поколение 21». Аудиоверсия программы размещана на нашем сайте radio.bel, а вы, шануные слухачи, так само можете долучаться до обмеркования темы у виртуальной просторы. З вами была Анастасия Ермалюк о протяг проекта. Слухайте у наступную субботу у ГЭТСЧАС.